приветствуем всех на пресс-конференции посвященной окончанию матча с нами главный тренер команды химки игорь михайлович шаримов игорь михайлович ваше мнение по игре но мы расстроены что проиграли игра сложилась для нас вроде бы неплохо мы заработали пенальти забей его она наверно была бы другая нам было легче понятно мы не забили пенальти пропустили сразу два мяча на протяжении всей игры мы проигрывали отыгрывались но так не останавливались пытались нагнетать хотя и и у нас были моменты сочи были моменты еще забить такая я думаю игра веселая для болельщиков хорошая для соперника для нас она печаль вот и по результату и по некоторым моментам игры которые мы видели то над чем мы работаем то что тренируем очень много не получается и конечно нужен характер но это с игроками будем разговаривать очень много проигрываем единоборств и вверху и внизу и стыков надо чуть более мушки играть но может быть еще не осознали вообще что такое фнр может быть и я в том числе поэтому будем работать дальше задача установиться и вперед идти и двигаться вот а так конечно расстроены все что выиграли сразу вопрос вам как недавнему участнику мальчик рфпл тяжело ли дается переход на уровень фрнр какие-то есть особенности особенности стиль такой же мы оставляем как и моей был прошлой команде мы стараемся играть не за стараемся контролировать мяч создавать сами моменты для этого конечно нужно быть более сконцентрированы более внимательно играть быстрее мячей не терять центре поле что не всегда получается конечно любая потеря потерь в середине поле больше чем на более высоком уровне отсюда проблемы и физически ты больше бегаешь назад по 40-50 метров зарабатывать какие-то стандарты ненужные сила уходит игра ломается где-то вот в этом поэтому мы будем продолжать играть в этот же футбол и уверен что в него можно играть и добиваться положительным результатом спасибо большое уважаемые коллеги вопросы есть какие-то спасибо пожалуйста представьтесь пожалуйста Виктор Миколаевск с интернет-станцией мобильных комментариев а расскажите о новых приобретениях сейчас знаете смирнов сегодня вышел на поле а уже еще три игрока подписали сегодня вы не приехали составить но мы подписали намного подписали кого я просто не знаю как вы говорите то есть кардинальные изменения но смирнов вот мы подписали его буквально два дня назад он игрок нашей команды но мы еще ищем игроков у нас все чуть больше месяца но вместе и конечно нам нужны еще игроки будем смотреть смотреть более внимательно позиции есть которые нужно усилить а так вот кто приехал в принципе это все 18 человек это все что у нас но это не костяк как все футболисты какие у нас есть коллеги еще вопрос есть спасибо с нами главный тренер футбольного клуба Сочи Александр Васильевич Тачиным Александр Васильевич Маслов по сегодняшнему матчу веселый игрок получился слава богу что мы выиграли для нас это было очень важно выиграть наконец первая домашняя победа то что касается самой игры ну наверное жара тоже внесла определенный свои коррективы отсюда что с одной стороны что с другой была масса ошибок соответственно победил тот кто этими ошибками лучше воспользовался ну самым ярким событием сегодняшнего матча одно из самых ярких три пенальция у вас на корее такое бывало? два было три такого не вспомню наверное не было но так по горячим стадам сможете как только комментировать? ну тут че комментировать если судья поставил значит у него были какие-то основания надо разбираться надо смотреть комментировать тут нечего коллеги вопросы? Витар Николаевский с вами на поле мы имеем данные впереди три выездных игры какие планы сколько от кого привести? планы 9 а там уж как эти планы осуществляются Вопрос коллеги? ну такое впечатление сложилось что вы настраивали своих ребят на сегодня на атакующую игру все-таки они надеялись на ошибки соперника и как говорится прощальный матч на легендарном сочинском стадионе не славами привели я думаю все таки удался не смотря на жару и на какие-то там недочеты вот хотя сначала как-то на осторожное я воспринял что вы пришли со стартового состава с одним нападающим что сейчас вообще с нападением чистость по этой макуа все-таки еще проблемы какие-то остаются ну вы чуть чуть не правы мы вышли в стартовом составе с двумя нападающими барсов и саная это два нападающих то что касается кто? кто два? барсов и саная саная значит извините я не точно то что касается непосредственно атакующих футбола мы в прошлом году играли атакующий футбол много забивали достаточно много пропускали тут просто надо внимательно поанализировать потому что за две домашние игры нам поставили четыре пенальти не могу сказать что были посылки к этим пенальти поэтому надо разбираться надо просто анализировать надеюсь что в будущем это не повторится спасибо еще вопрос кого бы самая высокая церковь у меня поставили в игре? ну по такой игре наверное в ртале нашим который по крайней мере своими действиями не дал забить первый пенальти но и в двух таких ключевых моментах нас под выручил так что к сожалению мы создали наверное все таки в два раза больше моментов мы забили не столько сколько хотелось бы а здесь когда все такого на тонкого именно его игра она и определила ключевой окончательный результат спасибо вопросы коллеги? если нет вопросов поздравляем с победой спасибо не переживай абсолютно такого есть как